Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, мои родные, привет, 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 сейчас я буду вот так вот держать мой микрофончик, вот, пошел брат гулять с собаками, привет, привет, мои родные, привет, сегодня нам обещали страшную, страшную, страшную бурю, ну, есть ветер некоторый, обещали чуть не 30 метров в секунду, привет, у нас тут такие очень суровые ветреные места, да, птички приветствуют абсолютно, Марина, да, 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 доброе-доброе, доброе-придоброе, доброе-придоброе утро, и Женя тут, ой, как хорошо, и Катерина, ой, и мои пошли с курса про счастье, мои родные, и все, которые только что пришли, тоже родные, давайте к нам, у нас тут тепло, привет, Елена, привет, ой, не могу всех, Катерина, всех не могу по имени назвать, у вас так много, а иногда не все ниги понимаю, но я так рада всем, смотрите, солнышко вам радуется, благодать, ой, не говори, слушаем птичек, Снег от нас пришел, а он безобидный, ничего страшного, поснежит, поснежит, немножко и пройдет, у нас даже персики уцелели, вот зацвели персики накануне, а тут и снег тебе, и град тебе, а мы внутреннее состояние держим, смотрим, цветочки все на месте, так что вот так вот, привет, привет, лошадок выпустила, но не могу вам их показать, потому что иначе это будет против света, когда был снег, когда был такой мягкий-мягкий рассеянный свет, я могла вам показывать лошадок, потому что у нас поле с той стороны, но сейчас свет просто будет вам в упор, так что сегодня мы, ура, персиком, да, Ирина, я сама подумала, это прямо чудо произошло, настоящее, потому что они еще такие малюсенькие, двухлеточки, и так жалко было, что цветочки эти побьют, не побило, не побило, как-то это удивительно, непонятно, как это произошло, но тем не менее, это так, мои родные, ну вот нас уже за 30 человек, поэтому давайте начинать нашу медитацию, кстати, знаете, я даже сегодня перчатки надевать не буду, пускай ветер будет, а мне как-то хорошо, и все равно я чуть-чуть подвину мой этот штатив, потому что я люблю, когда вам больше пространства, вот сколько пускает микрофон, терпите этот провод, вот, хорошо так? Вот как хорошо! Спасибо, Валентина, спасибо, родная, спасибо, а я как вам рада каждое утро, правда? Давайте сядем, как всегда, на краешек стула, да, потому что именно в этом положении нам удобнее всего с вами распределить равновесие между пятой точкой и стопами. Привет! Параллельно стопы друг к дружке, да? Распределяем вес, можем даже немножечко покачаться, так, сейчас буду думать, как микрофон прикрыть, чтобы вам не задувало. Нормально? Не очень ветер слышно, родные мои? Все-таки, похоже, не наврали. Будет ураган. Ветер шумит очень сильно. Но, пока мы медитируем, я думаю, что штатив не снесет. А снесет, так удержим, Господи, где наша не пропадала. Ничего страшного. Вы слышите, птицы поют, да? Несмотря на шторм, приближающиеся птицы все равно поют. Деревья могут падать, а птицы все равно будут петь. И это прекрасно. Ищем равновесие. Ищем равновесие между пятой точкой и стопами. Оно очень легко находится. Позвоночник прямой. Затылочек тянется вверх. Да, вот тут вот кулачок проходит между ямочкой и подбородком. Расслабляем челюсть. Мы помним, да, что метафора напряжения, метафора такого плохо переносимого стресса – это стиснутые зубы, да? А когда мы челюсть отпускаем, мы даем команду своему телу расслабиться. Помните, как у Антона Павловича Чехова старичок сначала топнул, потом рассердился? И тут получается, да? Когда, если мы сжимаем челюсть, мы автоматом напрягаемся, да, и вот так вот готовимся стиснуть, чтобы то ни было, стиснуть и встретить, чтобы то ни было со стиснутыми зубами. Я вот так вот руку иногда буду держать, потому что еще не совсем понимаю, с какой он стороны. Иногда мне кажется, что со всех челюсть отпущена, стопы параллельно друг к другу, затылочек тянется вверх. Помните, мы с вами всегда говорим про мягкий взгляд. Глаза должны быть, если даже полуприкрыты, направлены на переносицу, но тоже мягенько как-то, да? Вот не то, что прямо ух так на переносицу, нет. Спокойно так, мягко. Нежно. Хорошо. Нашли равновесие, нашли баланс. И теперь мы с вами будем, как всегда, по троечкам. На вдохе-выдохе, да? То у нас троечка вдох-выдох будет. Но сначала мы просто послушаем свое дыхание. Где у нас вдох-выдох, где у нас выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Хорошо. Это очень важно, отслеживать свое дыхание. В любом пространстве. В любых обстоятельствах. Отслеживание дыхания – это и есть наша палочка-выручалочка на все случаи жизни. Потому что метафорически отследить дыхание – это значит вспомнить, что ты жив. И вспомнить, что ты здесь. Хорошо. Теперь по троечкам, да? Троечка – это у нас вдох-выдох, 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 да? На первую троечку мы отпускаем мышцы нашего любимого тела. Отпускаем мышцы. Отпускаем мышцы. Вторую троечку вдох-выдох. Мы отпускаем свои эмоции. Отпускаем эмоции. Отпускаем эмоции. Отпускаем эмоции. А на третью троечку вдох-выдох. Мы все глубже и глубже уходим вот сюда. В наш мозг. В наш родной, уютный, привычный космос. Уходим в мозг. Уходим в мозг. Уходим в мозг. Уходим в мозг. Хорошо. И находясь там, в своём мозгу, в этом большом светлом космосе, мы продолжаем обращать внимание на своё дыхание. Потому что где бы ни находились мы, мы есть. Мы есть. И во время жизни, и до жизни, и после жизни. Мы есть. И самая концентрированная наша энергия существования, она здесь и сейчас. Хорошо. Давайте направим энергию нашего внимания в настоящий момент. Именно он. Самый главный момент в нашей жизни. Именно он. Кульминация того, что когда-либо с нами происходило и будет происходить. Потому что всё наше будущее заложено в настоящем моменте. Точно так же, как и всё наше прошлое. Потому что когда мы находимся здесь и сейчас, нам становится понятен смысл всего, что происходило с нами раньше. Даже если не на уровне ума, то на чувственном уровне происходит принятие и понимание, что я нужен или нужна миру. Именно такой или такая, какая я есть сейчас. Вселенная слишком мудра. Мы нужны ей именно такими, какие мы есть. Стремящимися к совершенству. И к самосовершенствованию. И для этого очень важно найти вот эту внутреннюю точку покоя. Свой берег силы. Как только человек видит берег, Пусть даже в тумане, Какая бы буря ни была, Он знает, что всё будет хорошо. Особенно, когда этот берег песчаный, Мягкий. Уютный. Сила не в острых углах. Сила в мягкости. Сила в принятии. И в то же время в достаточной твёрдости. Чтобы дать опору. Для того, чтобы ориентироваться в любую ситуацию, Надо на что-то опираться. Надо иметь какие-то внутренние вехи. Достаточно устойчивые. На какой-то период времени. Потом их можно менять. Но на какой-то период времени должно быть понятно, Что да, Именно сейчас Сейчас Это моя точка опоры И моя точка жёсткости. Когда есть нужная точка жёсткости, Остальное имеет право быть зыбким. Этих точек жёсткости может быть несколько. И вы сами Способны найти их Каждой для своей жизни. Именно сейчас Именно сейчас Те точки жёсткости и точки опоры, Вокруг которых формируется вся окружающая жизнь. Всё пространство окружающей жизни. Ветер усиливается. Слышен его вой. Но птички знают, что в любой момент они могут уйти в своё убежище. Поэтому они не прекращают петь. Они приветствуют солнце. Можно петь и приветствовать солнце, Даже если вокруг поднимается буря и сильный ветер. Можно приветствовать свой внутренний берег силы, Который у нас внутри. Даже во времена самой жёсткой турбулентности. Он есть. Он есть. Наш внутренний берег силы. И он устойчив. Он даёт опору. Во время любых изменений. Во время любых перетурбаций. Которые в результате выводят нас на новый виток. Осознание. Развитие. Роста. И самосовершенствование. В любом случае, чем выше турбулентность, тем больше в этом энергии. Другое дело, как мы этой энергией можем управлять. И когда у нас внутри покой и равновесие, мы управляем нашей энергией. Мир формируется вокруг тех объектов, которые находятся в покое в какой-то период времени. И к человеку, который находится в состоянии равновесия и покоя, тянутся другие люди. Хотят они этого или не хотят. Потому что только рядом с такими людьми мир обретает форму. Каждому из нас важно стать таким человеком, чтобы держать форму. Форму свою и форму этой вселенной, которая по-настоящему прекрасна. И она наша. Наш уютный, родной космос. Наш корабль. Наш бесстрашный корабль. Когда мы внутри спокойны и радуемся свету, мы посылаем энергию своему кораблю, который живой. И тогда он идет легко. И темнота перед ним расступается. Давайте почувствуем в себе этот свет. Этот покой. Это равновесие. Они есть абсолютно в каждом из нас. Знаем мы об этом или не знаем. В любом случае их можно почувствовать. И внутренне скажем. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. И давайте пошлю в волны вот этого внутреннего покоя и света в мир вокруг себя. Помогай ему приходить в равновесие. Сообщай ему, что мы готовы быть теми самыми точками силы. Потому что у нас есть наш внутренний берег силы. А чем больше этой энергии и спокойствия и устойчивости мы посылаем в мир, тем больше ее становится в нас самих. Таков закон Вселенной. И как только мы почувствовали отклик где-то на уровне сердца. Ответ от Вселенной. Да. Твой подарок принят. И нам стало от этого хорошо. Давайте вспоминать, что мы здесь и сейчас, что мы кошки. Мы хорошо расслабились. Хорошо полетали. И теперь наш день будет самым прекрасным днем. И пусть он таким будет для каждого из нас. Давайте пожелаем этого друг другу. Потянулись, 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 хорошенечко потянулись. Давайте потянемся, 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 мои родные. Спасибо. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что созерцали вместе со мной это прекрасное сочетание солнца и бури. Спасибо, Петр. Сибирь с нами. Спасибо. Спасибо, мои родные. Спасибо. Я вижу постоянные, как будто лица при опокое прямо на крыло. Как хорошо, Марин. Спасибо. Спасибо, Лен. Спасибо. Спасибо. Как хорошо. Как хорошо. Давайте, мои родные. Пусть ваш день сложится замечательно. Завтра, как всегда, на медитацию в 8.30. Я вас жду, мои родные. Целую. Люблю. Спасибо. Спасибо, Юля. Аленушка. Ирина. Спасибо. Спасибо, родные. Спасибо, Виктория. Спасибо, Лариса. Спасибо, Валентина. Владимир. Спасибо. Спасибо, Виктория. Спасибо. Спасибо. Спасибо, родные. Спасибо.